МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чемпионате Украины наша команда дважды сыграла с киевским арсеналом. Молодежь, к сожалению, проиграла противнику со счетом 0-2. Начало матча было за нашей командой. В течение первых 15 минут мариупольцы провели три атаки. Под занавес первого тайма подопечные Геннадия Орбу снова активизировались в атаке. Однако распечатать ворота арсенала так и не смогли. После перерыва молодежь Канониров сумела дважды огорчить нашу команду. На 61-й минуте Сухоручка дальним ударом отправил мяча в девятку ворот. Последнюю голевую точку в этом противостоянии поставил Семчук. 0-2 поражение молодежного состава футбольного клуба «Мариуполь». Команда Александра Бабича добилась волевой победы, обыграв арсенал со счетом 2-1. Мариупольский пловец завоевал бронзовую медаль. К этой награде наш спортсмен плыл 6,5 километров через пролив Босфор. Юбилейный 30-й заплыв из Азии в Европу прошел 22 июля в Стамбуле. В нем участвовали более 2000 мужчин и женщин из 52 стран мира. Эти традиционные соревнования проводятся с 1989 года. Мариуполец Сергей Стрюченко, 7 лет, занимается плаванием. В прошлом году участвовал в одесских соревнованиях на открытой воде, после которых поставил цель попробовать переплыть пролив Босфор. О своем решении Сергей рассказал маме, Татьяне Васильевне. Сказала, это же далеко, зачем оно тебе надо? Там вода холодная, что ты там будешь делать? К многокилометровому заплыву Сергей готовился полгода. Тренировки дали результат. Пролив Босфор в Мариуполец проплыл за 56 минут и 18 секунд. И в категории 35-39 лет стал бронзовым призером. Я плыл, получал удовольствие, смотрел на ориентиры и ждал же, когда появятся финальные ориентиры, чтобы уже вот он финиш скоро и финишировать. Все было хорошо, прекрасно. Я плыл в группе с какими-то людьми, не знаю, спортсмены, участники. Мы так, то я вперед выходил, то они вперед. И вот так вот мы вчетвером дошли до финиша. И уже финишный спорт решил, кто из нас был быстрее. Но, опять же, мы были в разных категориях возрастных, поэтому время мое показало, что я на третьем месте. Когда вот финишировали, ступили на берег, о чем подумали? Классно, я сделал это. Я не знал еще, какое у меня время. Потом, когда я уже пришел в городок, в спортивный городок для атлетов, там большое табло и фамилия, номер участника и время. Я увидел свое время 56 минут 18 секунд. Я думаю, о, хорошо, из часа выплыл, это отлично. Друзья и коллеги по работе смотрели в интернете за заплывом Сергея. Переживали, волновались и рады его бронзовому результату. Мы работаем с Сережей в одной компании уже 6 лет. Поэтому о его заплыве узнали чисто случайно. И он скрывал эту информацию от нас. А потом как-то так вот все выяснилось. Его заплыв мы смотрели по интернету. Была прямая трансляция Босфора. И, собственно говоря, все за него переживали и болели. И рейтинги, результаты, вернее, этого всего были вывешены в интернете первым. И поэтому все ему начали звонить и поздравлять с тем, что он супер молодец. И, ну, в общем, я знаю единственного человека, личного моего знакомого, кто смог это сделать еще и получить за медаль. Хотя бы там третье место и вообще супер. Когда Сергей сказал, что он собирается зарегистрироваться, и ночь пытался зарегистрироваться, на следующий день он мне рассказал, что все это событие произошло. Поэтому то, что Сергей целеустремлен и достигает результатов, которые он хочет, я знал давно. И то, что это должно произойти, оно не являлось для меня каким-то удивительным событием, потому что в нем это есть по-любому, он будет это делать. Вот. Но когда он сообщил о том, что завоевал медаль, был, конечно, очень рад тому, что действительно это свержилось. Его какая-то мечта, какой-то этап он достиг на данном периоде своей жизни. Теперь Сергей думает переплыть пролив Ла-Манш. Но к этому заплыву надо серьезно и долго готовиться. Пока нужно готовиться к Ла-Манше. Это 17 примерно часов плавания. Это не просто так захотел переплыв. А пока впереди мариупольца ожидают сентябрьские международные соревнования в Одессе, в которых примут участие около трех тысяч участников. Мариупольские альпинисты отправились покорять вершину горы Казбек. Перед отъездом наши парни рассказали, какие испытания их ожидают высоко в горах. Последнее приготовление и обсуждение предстоящего штурма горы Казбек. Сергей Клименко – наставник и тренер ребят. В экспедиции он не будет принимать участие. Отмечает, какие опасности могут ждать наших альпинистов во время восхождения на гору Казбек. Я уже их тут настращал, поскольку высота, она даст себя знать довольно усердно. Штука такая противная. Это гипоксия, это тошноты, рвоты, всякие там ослабленности организма, головные боли. Но это, в принципе, не обязательно у всех. Значит, здесь основное, поскольку у них техника довольно-таки приличная, скалолазно. Они лазили, кто в горах был, кто здесь, по скалам у нас лазили. Ну и, естественно, круглогодичные занятия на стендах. Техника у них хорошая, они владеют приемами страховки и самостраховки. Значит, там особой сложности не будет, а вот борьба с этой высотой будет у них довольно-таки серьезная. Основное здесь будет как раз придавили на то, чтобы нужно поднять общую физическую подготовку. Значит, тут вопрос, бегали много. Вот бег, бег в основном, нужно дышать. Межреберные мышцы укрепить, дыхание поставить, ну и общая выносливость. Вот это будет очень-очень необходимо. Восхождение на гору Казбек состоится по классическому маршруту второй категории сложности. Восхождение, к сожалению, здесь не видно. Это будет совершаться с той стороны, с той стороны. Подъем вот на этот гребень и финальный взлет вот здесь, восхождение сюда. Евгений Юрочкин рассказывает и показывает, какое снаряжение возьмут с собой в экспедицию. Это ледоруб, основной инструмент, который используется в горах. То есть он может и жизнь спасти, и рубка ступеней, и зарубиться, если вдруг в случае срыва. Значит, так как маршрут будет сначала изначально скальный, а потом ледово-снежный. Вот такие мы будем с собой брать снежные, ледово-снежные, скальные крючи, да. Скальные крючи, которые забиваются в скалы для того, чтобы организовать страховку. Также на ледово-снежном маршруте будут использоваться ледобуры. Основная наша часть снаряжения. То же самое вкручивается в лед, достаточно надежно держат, потому что на Казбеке будет высокая снежная шапка, предвершинный взлет. Довольно-таки крутой, там бывает плотный лед, то есть можно будет улететь, но дальше этого не случится. Также будут использоваться такие жумары для подъема группы. То есть будет идти лидер, который проложит, остальные, может быть, будут подниматься на жумарах, для того, чтобы подниматься по перильной веревке. Евгений Юрочкин имеет опыт восхождения на пятитысячник. Он покорял гору Эльбрус. Подготовка к походу занимает все время у ребят. И самые волнительные моменты их ждут впереди. Волнения сейчас не ощущаются, потому что сейчас идет предэкспедиционная подготовка. Как бы все, голова занята другими моментами. Но все равно внутренняя дрожь, я думаю, завтра я уже осознаю это, когда мы будем садиться в автобус. Ну и, конечно, могу сказать, что вот перед восхождением, восхождение происходит, как обычно, подъем очень рано. То есть час ночи люди уже поднимаются. Но я думаю, перед этим, это бессонные ночи перед восхождением, то есть люди на нервах. Но я думаю, все будет нормально. Экспедиция будет состоять из нескольких этапов. Это и акклиматизация, и подъемы из базового лагеря. Основных таких этапов будет три. Непосредственно самым сложным этапом будет восхождение. Восхождение на пятитысячник, одна из самых высоких вершин Кавказа. У многих наших участников восхождения нет такого опыта. В том числе и у меня опыт лишь четыре тысячи. Ну, надеюсь, эта тысяча не сыграет для нас злой шутки или решающей роли, и взойдут у нас все. Самым сложным в этот момент, я думаю, будет покорение ледовой шапки Казбека. Но я думаю, мы справимся, и все у нас получится. И флаг Мариуполя будет на вершине Кавказа. Восхождение займет три дня. Ориентировочно 14 августа наши альпинисты поднимут флаг Мариуполя на вершине горы Казбек. В экспедиции примут участие восемь человек, из которых две девушки. Сборная Донецкой области завершила подготовку к первенству Украины по боксу, который пройдет в Кропивницком. Об этом в нашем следующем репортаже. На ринге клуба атлет проходят спарринг-поединки. Это боксеры сборной Донецкой области готовятся к ответственным стартам. В составе региональной команды есть и мариупольские мастера кожаной перчатки. Поедет где-то пять человек мариупольских боксеров. Это категория 52 килограмма Корноушенко, 50 килограмм Васьковский, Корх, поедет Шумакер. И еще у нас Тодоров 81 килограмм. Марк Шумакер уже принимал участие в первенствах Украины. Привозил с этих соревнований золотые медали. В этом году Марк настроен снова порадовать своего тренера Андрея Музыку чемпионским результатом. Если я поставил только выиграть чемпионат Украины, я думаю, что все будет проходить так, как обычно. Я выйду и просто сделаю свое дело. И я готовился, я не зря готовился, я уверен, что я выйду и выиграю. Потому что в своей работе в боксе я буду выходить и доказывать, что я лучший. Настроен стать чемпионом Украины среди юниоров и Роман Галитвинов. Мариупольец будет вести бои в категории до 48 килограммов. Да, я знаю своих соперников, я боксировал с ними до этого чемпионата. Ну, не было пока места одного профиля, так буду идти дальше. В составе сборной Донецкой области старается на тренировках Богдан Карнаушенко. Он воспитанник клуба «Атлетик» и во время сборов старается максимально хорошо подготовиться к соревнованиям. В первую очередь я уделяю внимание техническому плану, ну и физически тоже старается не отставать, так как ребята все выходят заряженные, на победу все хотят выиграть. Поэтому я не должен от них отставать, а наоборот быть лучше их. Поэтому на тренировках пытаюсь улаживаться на все 100%. Чемпионат Украины по боксу среди юниоров пройдет в Кропивницком. И уже в эти выходные мы узнаем об успехах наших спортсменов на этих соревнованиях. Ну вот и все, дорогие друзья, с вами был Борис Яковенко и программа «Спортивная арена». До свидания и, как всегда, встретимся уже в следующий понедельник. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»